давайте так вот видите нам дали возможность поговорить правильно вот наступила наступает холода так впереди опять жара в курсе не знаю у нас красноярске нет будет мы вам привезли сюда холод ладно так мы сейчас с вами вот о чем поговорим значит я использую всегда такие случаи для того чтобы всем стало что-то понятнее так вот поэтому я сяду уже найти 72 исполнилось но я зря это плачусь и все еще гожусь значит смотрите когда сюда подходил бы что-то говорили что что-то там где-то начинали какой-то разговор вы живете в красноярске красноярске отделен на две зоны микрозона вдоль енисея незамерзающего там можно растеть дневногорск сюда входит вот там можно хоть черта вырастить практически все то же что и у меня сейчас правда уже нечего показывать почти да вы чуть опоздали нет не опоздали вы приехали за саженцами когда в целе подносили абрикосы еще было рано или а с весь остальной красноярск еще на две зоны делятся это микрозона искусственная это благодаря гэс так а еще две зоны это городская черта город греет себя поднимая температуру против степи против тайги градусов на 8 10 ну подумаешь это выхлопные газы но то тепло вот вот вторая зона назовем и третья зона это подальше от города где чистый воздух но чистая сибирь стопроцентная которая ваша из трех у нас рядом с городом если знаете дроки на я-то в красноярске учился много че знаю но подробно я не могу сказать например у вас роза ветров роза ветров позволяет городу греть ваше место нет ничего наоборот но если вас самая у вас самая получается стрел холодная зона так ну город рядом вроде вот но у нас если по прямой километров но у вас чистый воздух в общем третья зона если так условно делить теперь вы задали я успел услышать вопрос продюки если останется время я вас подведу угощу своими вещами сладости которых в сибири нет а вас времени есть есть тогда после того как вы закончите куплю продажу это второй момент теперь значит я еще я не вмешиваюсь в торговлю вы уже на все хотите иметь так вот сам процесс но учитывая что у вас будет допустим два снега нам достаточно так нет у нас тут как бы а еще вам только ветра не хватало у нас вот мы садим вот как вот забор да и вот как у вас метра четыре от забора там вот как бы снег наметает обновляет и в середине участка там а потом все понятно значит я поменьше снега садите абрикос еще и приподнимаете с помощью искусственных холмов изучали железо я вас изучаю а ну тогда уже я смотрю ваше видео но не все конечно не всегда получается значит вдоль забора где больше снега из груши не терпят глубокий снег и абрикосы не терпят там яблони но яблони самые морозостойкие а вот чтобы и там где наметает ну опять же вот значит такое наметает вот целиком садин посадили все полностью снег закрыл весной снег тает и ломает вот так вот так знаете как молнии зигзага деревья это надо знать мы там садим в основном у нас почему-то жимовость растет ну вот но кустами заваливает но это все так делают забора но вдоль забора место удобно именно для как вам показать то у меня там он роскошная груша смотрите пойдемте поближе они чем-то заняты важен для вас что-то не готовят вот здесь есть такие преимущества есть недостатки вы сказали вдоль забора вот эти грушам очень уютно вдоль забора да у них не хватает сопротивляемости выприванию видите это недостаток а зато здесь самая южная самая вкусная груша вот как вас угостить то давайте сюда оптимальная вот такое расстояние видите оптимально вот эти груши дольше служат сейчас хотел бы не просто поговорить ну и что-то показать а пойдем сюда вот дело в том что это лада она пораньше видите можете земли поднять они люди по чем хорошая зеленая травка да да не на грязь это огромный плюс и до сих пор заставляет вот это все полностью обкапывают делать больше нечем людям особенно городским занятия я угощаюсь я посмотрю на ваше лицо давайте я уже такой сегодня я дала жалко прекрасно нет ну угощайтесь берите кушать обязательно ладу попросите воронежскую попросите осенью яковлеву попросите вот и чижовскую а чижовскую само собой просто и они все относится к первому десятку так посмотрели теперь опять же вот он забор вот это оптимальное расстояние потому что тогда хватает уже видите уже время к обеду но полдень это когда это солнце вон там там полдень да уже видите освещает это место а те не освещает у тех лет короче вот видите в нижние ветки я уже отрезал они уже сухие вот теперь пойдем мы садим метра 4 вот я сажу яблона тоже там сейчас нельзя по нормам да 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 а вы знаете почему на меня у меня нет никакой нормы глядите зато соседи почему-то на меня не жалуются очень жаловаться папа каждое дерево половину вот даже и туда они не успевают собирать ладно так что еще об этом не вдумайте эти поднимать вот так меня обманули а все время забывают пилить эту ветку вот это какой-то все проехали так это нарядная эфимова да это вы знаете зачем еще вас угостить это зеленая масляная краска обычная да обычная масляная краска так сейчас я а все равно там разговор закончится пойдемте обратно что-то бы еще это вот эту вишню я видел вы с украины привезли а пойдемте вот пока почему-то они заняты так мы с вами подойдем к вишне и так вы спросили что такое дюк а мы купили а где купили а мы ну маленько все делали неправильно мы я почему начал на вас вышел ну как бы случайно начал искать причины почему у нас деревья не растут потому что садили все в ямы короче все поэтому я у нас 8 лет деревья они вот такие с меня рост и мы съели по одному яблоку там одевки мы купили на выставке сейчас минутку вот это яблоня исполнить 13 лет аккуратно вот сюда здесь погащивание идет не наступите вот колновидная яблоня которая сполнить 13 лет любуйтесь я прошла и смотрю маленький казалось бы ой какое чудо чудо если бы она была однолетка и 13 лет это называется выброшенные деньги так ну что может быть тогда еще потом быть забирайте гостей ну тогда наверное мы про вещи отдельно поговорим вы никуда не денетесь мы не спешим нам за ними про обрезку поговорим тоже запишем да да красный красный в этом году все такое мелкое вы знаете как а вы знаете какая она бывает это ужас вот такая вот невероятный вкус запах но в этот год неправильный долго объяснять почему неправильный он правильно только в отношении абрикоса урожая 5 раз больше любого самого крупного урожая не за счет массы а за счет количества семян и меня это очень пугать начало невиданный урожай вот это вот все это уже сами понимаете ни в какие ворота не влазит что до сих пор сыпется и сыпется ну все ладно как бы тут часто бываем но не часто у нас же у меня родители вон со чужую родом родового свои и тетка вот живет мы приехали у нее переночевали так себя все-таки спрошу для меня же ваш приезд возможность что-то порекламировать 600 рублей вот молчание знак несогласия мы возьмем конечно написано да ну как правильно все делать вот поэтому мы ее почитаем возьмете это дарю вот хоть тоненькая но в сумме с этой уже практически все будете знать а диски это на любители и у кого еще осталась аппаратура для дисков потому что вы представляете что такое вот станете специалистами это для тех кто хочет действительно это уже настолько разжеванно вот что фактически вот это вот вот это вот университетский курс полный полный если мечтать что то могут преподавать атеизм эту дурь то могут преподавать все что угодно кроме то что принесет пользу то что нужно вот это будущее университетский курс вот это ну и геннобельские племии почему вот у нас не развивается они выгодно люди вот уперты им говоришь я вот на вас посмотрел говорю вот надо они нет ты не прав надо воду лить надо туда я уже и спорить не стал это так логично чем больше легче лучше расти вы и прям берут шланг и стоит поливая на самом деле я рассказывал про кипяток там на скутер звонили женщина в зиму надо кипятком поливать ну вообще на грани фантастике а вы представляете когда влага залпом поливка смотрите видите видите гриб смотрите вот грибы видите вот вот на дереве грибы на абрикос это абрикос один за космены в этом году дал где-то ветер 25 потом бросили считать вот так предлагается вот эти вот грибы паэльной лампой выжигать соли мне вчера тетка говорит надо это щеткой там почистить голову и резать там что-то я говорю и дерево делаете вы вообще ну все дайте я вам пожимаю руку мы одной крови и я одной крови я уважаю людей которые вот ну как бы могут что-то показать все я дальше не мешаю что-то